Сергей Меликов провел оперативное совещание по проблемам в сфере электрогаза и водоснабжения в республике. Это и аварии на подстанциях, и пожары в многоквартирных домах, а также сбои в работе коммунальных служб за прошедшую неделю. Кроме того, глава региона анонсировал на встрече и новые кадровые решения. Подробнее в сюжете Патимат Ханаповой. Опять погода нас подвела. Курирующий вице-премьер Манвел Мажонс был успокоен и невозмутим. По словам чиновника, подготовка к осенне-зимнему периоду в регионе была проведена на уровне, однако стихия внесла свои коррективы. Генеральный директор у сети Северный Кавказ поддержал Мажонцы. На самом деле, отметил он, перебои связаны с погодными условиями. То, что произошло в Каспийске плохо, 50 тысяч людей без света, но мы работаем, подчеркнул докладчик. В электроснабжении мы направили и в том числе как раз со склада Дагенерго два комплектного распределительного устройства наружного исполнения. Привезли их ночью, подключили к исходящим кабельным линиям, к сети 110 кВт. В итоге в три часа ночи мы половину потребителей запитали от первого комплектного распределительного устройства, второе комплектное распределительное устройство тоже подключили. Трансформатор 10 мегавольт ампер привезли сейчас на площадку, разгрузили, сейчас его готовят подключить. Однако такая форма докладов не устроила главу региона. Сергей Меликов таки сказал, отчетность одно, а реальное положение дела – это совершенно другое. И правительство, и муниципалитеты должны заранее быть готовыми к рискам. Безопасность людей превыше всего, но в погоне за личной выгодой многие руководители ресурсоснабжающих организаций нарушают элементарные требования. Что и произошло в Хасабюрте, напомнил глава про хлопок в многоквартирном доме. Правовую оценку деятельности организации «Дакгаз» будет уже давать следствие. Если в его бытность руководства люди неоднократно обращались с жалобами на утечку газа, и он ничего не сделал. А вот эти люди, которые сегодня ютятся по своим родственникам, женщина пожилая, которая получила травмы, жильцы этой квартиры на первом этаже, которой просто нет, которые когда-то скопили, наверное, небогатая семья, потому что на первом этаже квартиру купила тоже небольшую по объему. А они что, плохие? Далее речь зашла о кадровых переменах в правительстве. Из примеров министры и наоборот. Абдурахман Махмутов поменялся местами с Мурадом Казиевым, и это не единственное изменение в региональном Кабмине. Мы определились на сегодняшний день с кандидатом, и уже теперь не с кандидатом, а с руководителем Министерства экономики и территориального развития. У нас был разговор с Гаджи Руслановичем Султановым, когда он эту должность освобождал, с тем, что придет время, и я его на эту должность приглашу вернуться. Мы выстроили некие позиции новые, которые поддерживаются сегодня федеральным. Минэком. И я хотел бы, чтобы Гаджи Русланович вернулся и продолжил работу в этой должности. В этой должности в связи с этим состоялся указ. А начальником управления по вопросам переселения лахского населения мной предложено, и он согласился, значит, возглавить Айдиеву Магомед Гаджи Шахамировичу, главе Новолахского района. Закончили тем, с чего начинали коммунальных проблем. Меликов отметил, Дагестан давно нуждается в создании колл-центра, который позволит населению оперативно решать вопросы, связанные со светом, водой и газом. Ответственные жилица должны найти эффективные пути решения, возникающих в коммунальной сфере проблем. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала.